Всем приветствую! Ну, продолжаю возвращать к жизни старый советский швейпром. Тут что, привезли машинку? Сказали, тут ТО, говорит, ну обслужить. Да какое тут ТО, если здесь, уже я это показывал неоднократно. Вот, как мы видим, игловодитель уехал в сторону, вот бьет в лавку. То есть, там вот этот блок зигзага слетела с направляйки тяги, которая идет на рамку игловодителя. Но это я показывал неоднократно, из-за чего там, что и как. Ну, проверил, педаль, говорит, мне сказали. А, педаль тут естественно, она и будет тормозиться. Это вот из-за этого у них билось лапку. А так она, педаль работает плавно. На холостом я проверил, я думал с нее начать, но она работает не то, что отлично, но на хорошо. Для такого возраста это, можно сказать, отлично. Ну, а тут, как я и говорил, приключилось следующее. Вот, вот этот вот болзунок слетел с тяги. О, так он тут не просто слетел, а его как-то выгнуло тут. Я что-то даже затрудняюсь сказать, почему так сделалось. Странно. Так. Ладно, сейчас я его извлеку отсюда. Для начала. Что-то его повело сильно-сильно. Как я и говорил, здесь пластик очень и очень некачественный. Вот у машин Мальво пластик совершенно другой. Вот эта вот часть. Вот из-за этой загогулины постоянно происходит нечто. Тут видно, что пластик повело. Но, ну, это лечится, как я делал ранее. Шайбочку сюда надо подложить, чтобы вот этот ползунок ушел правее. И тогда будет все нормально. Сейчас буду пробовать. Для начала выбить эту ось и подложить сюда шайбочку. Маслица чуть-чуть добавил. И она пошла. Вот тут ржавая все. Ну, годы. Годы, годы, годы. Так. И сейчас буду что-то изобретать здесь. А что изобретать? Шайбочку подложить, да и все. Вот сюда шайбочку. Не под винт, а вот именно под вот этот Г-образный ползунок. Ну, вот, подложил шайбу. Такую толщина у нее приличная. Думаю, сейчас эта проблема уйдет. Но сейчас соберу и будет видно. Ну, установка сюда противовес. Я сделал, чтобы пружина не давила. Вот здесь устанавливаем на ноль. Ноль на рисочку. Вот она. Рисочка тут есть. И... Все. Соосность тут поймал отверткой. Чтобы проходила. И вот здесь есть лыска. Эта лыска должна вверху быть. Под вот этот винт фиксирующий. И ловим. Ловим, ловим. Так, что-то не соосно. Ага. Вот она прошла. Все. Все, все, все. Но надо не до конца ползунок завести под рычаг. Вот так вот. Вот так он будет. Он еще не до конца зашел. Не до конца. Не до конца. Сейчас вроде бы до конца. Так, сейчас я предварительно зафиксирую и буду смотреть, что получилось. Угу. Так. Так. Ну, а тут стало получше. Но... Но все равно в самом конце... В самом конце она норовится скачать. Она даже соскакивает. Ну, вот это вот ненадежно. Она... Вот это вот... Г-образная штуковина. Назовем ее ползунок. Когда мы ставим больше 4 миллиметров. Вот уже чуть-чуть тут она... Того и гляди, выскочит. Тут у меня мысль появилась. Видите она как тут? Вот она. Если чуть-чуть погреть и... Ну, без фанатизма. И выгнуть ее туда. Сейчас я это попробую сделать. Чуть-чуть прям нагрею. Буквально чуть-чуть. Мне надо вернуть ее... Правее. Не знаю, как это будет выглядеть. Но попробую. Тут буквально чуть-чуть надо издалека так. Оп. Все. Все. Аппаратурная машинка очень грязная. Так. Вот масло дал. Так что сейчас работает все совершенно замечательно. Вот сейчас продемонстрирую. Вот так. Уже раз 20-30 так сделал. Никаких срываний направляйки с этого коромысла. Все. Теперь точно все. Так. Ну, тут что-то... Принят в челночном. Просто... Напросто ниточки попали. Наверное. Да. Нет. Не понял. То ли в челночном, то ли где. Прям бьет. Он бьет. О, проскочила. Где это она... Где это она задевала? А, ну что-то... Что-то может быть во втулке. Ну все. Она начала двигаться. Нормально. Ну и все, наверное. Основную неисправность я устранил. Что тут еще остается далее? Да ничего. Посмотреть в челночном, как тут... О, челночная тоже. Надо... Носик шлифануть. Заусенчики. Сейчас напильничком. Надфилем вернее. Пройду. Алмазным. Что-то за последнее время нашествие чая. Прям. Ну, люди восстанавливают. Да и правильно делают. Бюджетно. Тем более... Вот это... Вот это мне привезли довольно таки... Таки молодой парень. Понимает, что зачем покупать современную, если есть... Чайка. Которую можно всегда сделать. Вчера вот, кстати, был я в магазине. Там мне надо было кое-что купить. Там мелочевку. И увидел машины шлейные продают. Вот я насчитал там два десятка. Ценник... Там четыре тысячи. Ну, такую я даже бы в дар не принял. Там невесомая. И до... Восемнадцати, что ли. Ну, или... Компьютерная какая-то была там. Не помню сколько. Вот там одна мне только. Одну бы я рекомендовал женам. Такая электро... Электричная, электромеханическая. Вот из двух десятков одна мне. Так. Более-менее сгодилась бы. Для домашнего пользования. А остальные так. Так. Ну и... Люфтец тут довольно таки приличный. Надо его устранить. Таким образом. Устраним его. Чуть-чуть подать. Еще. Ну, вот такой оставить. Нормальный будет. Так. Ничего не подклинивает. Нет. Ну... Ну... Такой допустимый люфт. Ну, опять же, посмотреть сейчас. Мог зазор сместиться. Глянем зазорчик. Игла. Корпус челнока. Ага. Вот он сместился. Пока я тут его... Подстукивал. Вернем. Ну, может быть он и был недостаточный. Но... Не важно что. Но его надо привести в соответствие. Вот так вот, наверное, будет. В самый раз. Так. Ага. Все. Фиксирую. Дальше пошли. Пластичные смазочки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. На зубья. Будут довольно-таки долго держаться. Где-то у меня был шприц. Я вот не знаю, где он. Со смазкой. С редукторной. Но она и эта пойдет. Все. Сюда. Ну и... В челночное, естественно, смажем. В челночное вообще надо периодически смазывать. Если шьете много, капелюшка масла потом излишки прошить на чем-то не нужно. Чтобы излишки масла вышли. Все. Вот этот маятниковый, так называемый, челнок. Его надо мазать регулярно. Вряд ли кто это делает регулярно. Мажут. От ремонта к ремонту. То есть... Ну здесь вот не знаю сколько лет. Она стоит. И вообще ремонтировали ли ее когда-то. Сомневаюсь. Вот пока из строя не вышла окончательно. Может быть она из строя вышла в далеких... В далеких-далеких 80-х и 90-х. И просто стояла. Ну а вот эта машинка из-за вот этой неисправности. Ну... Из-за рычага, что я показывал. Она выходит из строя совсем. Не то чтобы зигзаг не шьет. Она не шьет полностью. Никак не шьет. Ни зигзаг, ни прямая. Так что... Это неисправность такая, что выводит машину наглухо из строя. Так, все. Так, теперь здесь еще собрать. Здесь я нашел... Где ну колесико-то? Нашел в чехле. Тут не было ничего. Винт вот есть. И... Пластмассовая... Пластмассовая ручка с цифрами. Сейчас я ее поставлю. Тут нет и выжимной шайбы. Вот... Какую-то подобрал. Пластиковом стакане. Надавлено фиксирующим винтом. Вот в чем их минус, этих стаканов пластиковых. Так, сейчас я поймаю. Вот так приподнятой лапке выжимает. Так, фиксируем. Ага, все работает. Шайбочку подобрал. Так, здесь... Что? А, ну она болтается. Тут шайбы нет. Надо тоже какую-то шайбу подобрать. Под винт. Чтобы не болталась. Вот эта ручка регулировочная. Будет... Нормально. Так. Сейчас зафиксирую. Ага. Вот так. Все. Стоит четко по центру. Сейчас сделаю максимальный зигзаг. И проверю. Ну все, сейчас вот почти от сих до сих ходит. Чуть-чуть подтянем. Так. Все, утяжечка нормальная. Все, утяжечка нормальная. Ну и последний штрих. Поставлю фитилек. Вот в этот важный узел. Чтобы он всегда был со смазочкой. Вот и все. Теперь у меня совесть чиста. Сделал все, что мог. С этой машиной. Ну и остается в качестве гуманитарной помощи протереть эту машинку. Она в таком состоянии. Ну может быть ее потом помолят. Но здесь она очень неприглядная. Я протру ее маленько. Так, примерно спиртиком протер. Все. Машина в порядке. Можно звонить хозяевам. Все на этом. До свидания.